Музыка Недавно на одной международной конференции, на которой присутствовали представители 20 стран, наша съемочная группа в интервью задавала один и тот же вопрос. Какие туристические ресурсы Казахстана кажутся вам наиболее привлекательными? И чаще всего отвечали город Астана, горы, дикие животные и красивый ландшафт. Многие туристы готовы ехать в Центральную Азию, чтобы увидеть редкие или эндемичные виды диких животных. Многие мечтают сфотографировать снежного барса, сайгу, горных баранов. Туристы часто просят от организаторов гарантий, но дать стопроцентную гарантию трудно. Дикие животные не привязаны, они ведут скрытый, часто ночной образ жизни. К ним непросто подойти на расстояние хорошего фотоснимка. Но тем не менее, есть в Казахстане специалисты, готовые взяться за такую работу с большой степенью вероятности успеха. Сегодня мы увидим, как зоологи Оркен Шаймуханбетов из национальной компании «Казахтуризм» и Айбат Музабай из Карагандинского эко-музея попытаются показать диких животных своим друзьям, биологам из Фонда горных баранов. Фонд горных баранов – природоохранная организация, нацеленная на сохранение горных баранов во всем мире. Конечно, любое путешествие по Казахстану начинается со знакомства с его столицей. За последние два десятка лет небольшой провинциальный город посреди Великой Степи превратился в крупный центрально-азиатский туристический бренд. После ознакомительной экскурсии по городу Грей Торнтон и Брэд Джефферсон проводят ряд деловых встреч. Наша организация создавалась для сохранения горных баранов и козлов в США, Канаде и Мексике. Но сейчас мы расширили свою активность по всему миру, где обитают эти виды животных. До последнего времени большая часть наших туристов предпочитала отдыхать за рубежом, в таких странах, как Таиланд. А сейчас мы стараемся развивать внутренний туризм. Казахстанским и американским специалистам нужно узнать как можно больше о сходствах и различиях в организации природного туризма. Национальные парки США подчиняются Министерству сельского хозяйства или отдельная структура существует? Нет, у нас национальные парки относятся к Министерству внутренних дел. Но не прямо руководству этого министерства. Нет, не напрямую. В составе Министерства внутренних дел есть несколько федеральных агентств. Национальная служба парков, служба по охране рыбных ресурсов и дикой природы США, бюро по земельному управлению и другие. Рабочие встречи и совещания закончены. Наступает самый интересный этап путешествия. Зоологи Оркен и Айбат приглашают своих друзей в национальный парк Буэротау. От Астаны до национального парка Буэротау можно добраться на машине за 4 часа. Парк расположен на территории двух областей. 28 тысяч гектаров на территории Осакаровского района Карагандинской области и 60 тысяч гектаров в Ерементауском районе Акмолинской области. Возле районного центра Ерементау нужно свернуть к поселку Молодежный, где находится офис национального парка. Наши американские друзья, они тоже биологи, они специалисты по охране природы. Они много нам рассказывали о национальных парках в Америке. Сейчас они хотят увидеть наши национальные парки и хотят увидеть диких животных в естественной среде. И, к сожалению, нам пока не удалось им показать. Мы были в некоторых местах. Но нам говорят, что в национальном парке Буэротау это сделать проще гораздо. В нашем национальном природном парке на территории обитает очень много различных видов животных. Среди них есть и краснокнижные, и обычные, которые повседневно встречаются, не занесенные в красную книгу. И среди млекоплитающих это горный баран Архар. Практически повсеместно у нас на территории вы 100% их можете увидеть. Грамотно управлять животным и растительным миром можно только на основе научных исследований. В каждом национальном парке есть свой научный отдел. В отделе науки работают 5 сотрудников отдела науки. Это старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник, лаборант и начальник отдела. Основной целью научной деятельности является сохранение и восстановление редких видов животных и растительного мира. В офисе парка есть небольшой музей природы, где можно составить первое впечатление о ландшафтах и животном мире. Конечно же, целью создания национального парка является не только научная деятельность, охрана и воспроизводство, но также непосредственно экологическое просвещение и туризм. Основное развитие в парке является экологический туризм. Так как в нашем парке ведется ограниченная рекреационная нагрузка посетителей. Мы не можем впустить в национальный парк такое количество посетителей, как в других парках, начиная с Борового, Паинаута и другие. У нас очень много нетронутых частичек природы, очень много видов краснокнижных животных, птиц, растений. Для того, чтобы увидеть нашу территорию, я вам сегодня предоставлю своего инспектора, то есть это охотоведы-биологов. У нас два филиала, вот два из двух филиалов охотоведы-биологи будут вас сопровождать и покажут всю территорию. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. От офиса до территории парка около 70 километров. Дорога сворачивает с трассы в степь. Посреди безбрежной равнины начинают попадаться лесные колки. На горизонте появляются невысокие горы. Мы приближаемся к Буйратау. Название переводится с казахского как «Кудрявые горы». Пологие вершины, покрытые березовыми колками и реликтовыми черно-ольховыми лесами, издалека действительно кажутся кудрявыми. Реликтовые массивы черной ольхи тянутся широкими полосами. И поднимаются по склонам гор на тысячу метров. Ольха растет на хорошо увлажненных почвах, вдоль ручьев, родников и в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Черная ольха внесена в Красную книгу Казахстана. За порубку реликтовых деревьев предусмотрен большой штраф. Иногда березы, черная ольха и сосна образуют смешанные рощи. На поляне между двумя полосами леса замечено движение. Нужно установить подзорную трубу и хорошенько все рассмотреть. Это архары. В одном стаде 62 особи. Это очень хороший показатель. Архары почувствовали запах человека с расстояния в километр. У горных баранов в десятки раз больше хеморецепторов, чем у нас. Прекрасное обоняние не только помогает им спасаться от врагов, но и играет большую роль в их социальном поведении. Каждый архар может узнать по запаху других особей своей группы. Архары – социальные животные. Летом животные держатся небольшими группами, а осенью начинают сбиваться в большие табуны. Каждый член стада должен ежедневно подтверждать свой социальный статус. Пока самцы демонстрируют свою силу в миролюбивых играх. Но скоро наступит брачный сезон, и тогда начнутся настоящие поединки. Сейчас слово «баран» приобрело некий негативный оттенок смысла. А я с этим категорически не согласен. Хотя вы помните шлем Александра Македонского из фильма «Джентльмены удачи». Почему повелитель половины мира носил на своем шлеме рога горного барана? Или египетский бог солнца Амон-Ра. Он изображался с рогами горного барана на голове. Отсюда и латинское название вида. В древности горный баран служил символом мощи и силы. Это домашние потомки горных баранов. Немного, может быть, девальвировали. Это гордое название, ведущее напрямую к богам. Произошло это по той причине, что на протяжении тысячелетий каждый пастух из стада домашних овец оставлял племя самых послушных, самых легкоуправляемых особей. Это происходит со всеми животными. Видели когда-нибудь дикого кабана? Могучий, хитрый, очень агрессивный. И через несколько поколений жизни в клеву на всем готовеньком ближайшие потомки дикого кабана превращаются в круглую свинку на тонких ножках. В результате длительной селекции овцы изменились не только внешне, но и утратили значительную часть когнитивных способностей, присущих их диким предкам. Классик когнитивной этологии профессор Гарри Джеррисон из Нью-Йорка в работе «Палеонтология и эволюция мозговой деятельности» проследил связь между объемом головного мозга и способностями к элементарной рассудочной деятельности у разных видов диких и домашних животных. Ненужные для выживания вида органы, инстинкты и психологические реакции исчезают довольно быстро, но они могут возвращаться при определенных условиях. Вспомним историю мустангов в Казахстане. Во время коллективизации кое-кто из скотовладельцев выгонял своих лошадей в безлюдную пустыню Сары-Исик-Отрау, надеясь найти их, когда все успокоится. Появившаяся таким образом популяция одичавших мустангов сохранилась там до начала нынешнего века. Вот таких вот красавцев разводят фермеры в горах Тиньшаня. Архара-мереносы были получены путем скрещивания домашней овцы с диким архаром. Утерянные признаки далеких предков позволяют этой породе выживать в суровых условиях высокогорья. Порода создавалась в 50-м году. Через 20 лет его опробировали в Казахстане под названием казахской архар-мереносы. С тонкой шерстью, с миреносовой шерстью. Теперь после этого пошло, это тиражировали животных. Всего, когда опробировали животных, было всего 1600 голов. А вот в 80-х годах достиг в двух районах высокогорных, вот это как распространено, вот на Рунгольском и Гигинском, 947 тысяч голов было. Потом в связи с приватизацией несколько уменьшились. А данный момент, вот это сейчас, на сегодняшний день, имеется 570 тысяч. Мы не знаем, когда и для чего могут пригодиться гены того или иного вида. Но мы знаем, что сохранение биологического разнообразия флоры и фауны это наш долг перед потомками. Вертикальные и горизонтальные миграции горных баранов свидетельствуют о высоком пространственном интеллекте, позволяющем безошибочно находить нужные локации за десятки и даже за сотни километров. Они удивительно быстро реагируют на меняющиеся условия среды. Например, если зима выдается многоснежная, архары откачевывают в места с низким снежным покровом. Они точно знают, куда нужно мигрировать в холодное время, куда в жаркое, где переждать период высокой активности кровососущих насекомых и куда отправиться в период вегетации ценных кормовых трав. Они обладают высокими коммуникативными способностями, что позволяет им откачевывать в нужные места большими группами. Архары не бредут, как домашние бараны, куда глаза глядят, а организованно мигрируют в заранее известное место. Архары быстро изучили сезонность наших сельскохозяйственных циклов. Они знают, когда домашние стада пригоняют и угоняют в Жайляу. Они исчезают с летних пастбищ за две недели до прихода домашних стад и появляются там через две недели после их откачевки. Архары обитают на территории десяти государств. В северном Афганистане, в Китае, в Монголии, в Тибете, на севере Непала, на севере Пакистана, в восточном Узбекистане, в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и России. Всего было описано 15 подвидов архаров. Но по классификации 2008 года описано и внесено в Красную книгу Международного союза охраны природы 9 видов. Овес Амон Амон. Алтайский архар. Овес Амон Колиум. Центрально-казахстанский архар. Овес Амон Дарвине. Архар Гоби. Овес Амон Худгсоне. Тибетский архар. Овес Амон Джубата. Северокитайский архар. Архар Шанси. Овес Амон Карелине. Тиньшанский архар. Овес Амон Негримонтана. Архар Каратау. Овес Амон Полии. Памирский баран. Памирский архар. Овес Амон Северцови. Архар Северцова. Архары – мигрирующий вид. Они не знают государственных границ. Чтобы сохранить их по всему ареалу, необходимы объединенные усилия всех стран в пределах территории обитания этих редких животных. В 1979 году в Боне была подписана конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных, получившая название «Бонской». Я Кристиана Редко. Я работаю в секретариате «Бонская конвенция». Это конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных. И там я координирую центральные азиатские инициативы по млекопитающим. В 2005 году был принят закон Республики Казахстан о присоединении Республики Казахстан к конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных. В рамках этой конвенции есть разные возможности и разные инструменты, чтобы реализировать действия и мероприятия по сохранению диких животных. И один из этих инструментов – это международный план действий по сохранению аргалии, ОВИС АМОН. И этот план мы развивали вместе с разными организациями, тоже, конечно, страны ареала, Казахстан, но тоже другие 10 страны ареала. И мы встретили много раз в Германии, тоже в Пешкеке, мы развивали вот такие действия, мероприятия, чтобы страны и эксперты тоже думали, помогают в сохранении и устойчивом управлении использования аргалии в Церзальной Азии. В рамках Боннской конвенции, тоже в рамках план действий по аргалии, законная охота и устойчивое использование и охота может играть важную роль для сохранения аргалии, потому что это помогает, чтобы люди видят, и у местных людей будет стимул сохранять эти виды. И поэтому это тоже есть мероприятие, которое делает внимание на этот подход, на устойчивое использование, чтобы это может помогать в сохранении этого вида. Не во всех странах, где обитают горные бараны, есть благоприятные условия для их сохранения. Кое-где защитникам природы приходится работать в сложной политической и экономической обстановке. Но работы по сохранению диких животных не прекращаются даже в зонах военных конфликтов. Начиная программу сохранения природы в Афганистане, мы исследовали ключевые природные территории, изучили животный и растительный мир. А потом правительство создало там национальные парки и природные резерваты. Сейчас у нас в Афганистане два национальных парка и один резерват. Кризисы и войны рано или поздно заканчиваются, а людям приходится восстанавливать дикую природу. Национальный парк «Ваханский коридор» — это второй национальный парк Афганистана. Он расположен на северо-востоке страны. Здесь обитает 14 видов млекопитающих и копытных. Мы создаем возможности для экотуризма. Программа развития туризма началась пять лет тому назад. Мы пытаемся с помощью туризма повысить благосостояние местных сообществ. Биолог из Таджикистана Халил Каримов получил престижную международную премию за вклад в сохранение редких видов животных. Многие виды диких животных в Таджикистане после гражданской войны были на грани исчезновения. Например, бухарский мархур или сибирский козерог или баран Маркополу. Поэтому местные сообщества после гражданской войны поняли, что если они сейчас не возьмутся за охрану этих видов, то в последующие годы эти виды исчезнут. Поэтому они объединили все свои усилия. И на тех местах, где было порядка пару десятков козерогов или пару десятков мархуров, они стали охранять на общественных основах. И сегодня, спустя 10 лет на этих территориях примерно пару сотен животных. Например, бухарский мархур по стране было всего лишь 300 голов, а сегодня уже в стране 2000 голов бухарского мархура. Ученому из Ирака Арарату Коршу тоже приходится работать в непростых условиях. Наш проект работает над созданием особо охраняемых территорий в Ираке с 2004 года. Наша цель – вовлечение в сохранение биоразнообразия местных жителей и создание системы устойчивого управления животным миром в местных сообществах. Наши усилия сосредоточены на охране знаковых видов, таких как персидский леопард. По сравнению с другими странами Центральной Азиатского региона ситуация в Казахстане относительно стабильна. Общее поголовье архаров превышает 16 тысяч особей. Из девяти подвидов архаров в Казахстане обитает четыре. Самый многочисленный из них – центрально-казахстанский. Архары предпочитают открытые пространства. Степные склоны гор и предгорий со скалами, альпийские луга, заросшие кустарником скалистые ущелья, долины с каменистыми возвышенностями. Из машины можно увидеть архаров только издалека, поэтому, чтобы рассмотреть их получше, придется подниматься пешком на вершину горы. Это 900 метров по вертикали. Проводником в этом путешествии будет опытнейший биолог охотовед парка Нурум Сагалиев. Айбат Музбай Айбат Музбай закончил университет полгода назад, но он уже серьезный полевой исследователь. Еще будучи студентом, Айбат часто выезжал в экспедиции с опытными зоологами и освоил не только методики учета диких животных, но и научился понимать их поведение. Кроме того, полевая работа требует отличного зрения и хорошей физической формы. Грей старше Айбата на 35 лет, но он не отстает. Грей в хорошей форме. Он побывал во множестве экспедиций на всех пяти континентах. Грей что-то заметил за холмом. Нужно сначала рассмотреть издалека, а затем подойти поближе. Здесь 12 самцов. Они все большие. Я вижу внизу пять огромных архаров. И еще четыре ниже. Всего 12 самцов. Пока мы встречали небольшие группы, но Нурум уверен, что если хорошенько поискать, то можно найти и большое стадо. 90 группа прошла. Там 27. И вот здесь лежит самцовая группа. А здесь четыре группы. Вот эту вот яму выгрызли архары. В прямом смысле выгрызли прямо зубами. Они грызут землю и едят ее. Видимо, в этом месте повышенная концентрация соли. А копытным часто не хватает соли. И иногда они вырывают огромные ямы глубиной больше метра и широкий до трех метров в ширину. И вот эта вот нехватка соли, стремления копытных посещать те места, где есть и искусственные, и естественные соломцы. Используются и в биотехнии, в национальных парках, в охотничьих хозяйствах. В тех местах, где создаются искусственные соломцы, выкладывается соль, туда собираются копытные. Целый день мы бродили по склонам, и, наконец, удача нам улыбнулась. За очередным валом мы наткнулись на большое стадо архаров. Ветер срывал с нас куртки, валил на землю штативы с подзорными трубами, мешал делать съемку. Но мы были счастливы. Насторение сегодня великолепное. За один день мы сегодня увидели 250 особей казахстанского архара. В одном табуне было более 80 голов. Это очень хороший показатель. Это очевидное свидетельство того, что популяция архара в национальном парке Буратау находится в стабильном, хорошем состоянии. Иногда бывает грустно, когда приедешь на какую-нибудь территорию, которая еще называется особо охраняемой, тем более, и там неделями ходишь, и невозможно ничего увидеть. Здесь, в Буратау, ситуация абсолютно иная. За день мы встречали десятки, десятки раз встречали диких животных, и архаров, и моралов, и лос здесь есть. Лоса мы, правда, не видели, но следы встречали. Это великолепное место для экологического туризма. Приезжайте сюда, и я гарантирую, я уверен, что у вас будет шанс не только увидеть, но и хорошо снять диких животных. В отличие от горных баранов, благородные олени моралы предпочитают места с участками леса. Днем они прячутся в лесной чаще, а в сумерках выходят пастись на открытые луга. Исторически моралы обитали в колках Буратау. Но в середине прошлого века они были полностью истреблены. Программа переселения моралов из Восточно-Казахстанской области началась в 2002 году и продолжается по сей день. Чтобы избежать генетического обеднения популяции, необходимо время от времени добавлять свежую кровь. Переселять крупных животных из других областей непросто, но казахстанские специалисты владеют этими методиками. Сейчас на территории парка обитает около 250 моралов. Вечереет. Пора возвращаться на кордон. За скромную плату туристы могут арендовать гостевой домик. Есть повар, но продукты нужно привозить с собой. Группа встречает директор Белодымовского филиала Анна Смокотина. Гостей ждет ужин и долгий разговор со своими новыми друзьями. Им хочется как можно больше узнать о национальных парках Казахстана. В свою очередь, сотрудники парка расспрашивают их об американской системе управления ресурсами дикой природы. Наша организация вкладывает миллионы долларов в сохранение горных баранов. Мы работаем в сотрудничестве с нашим государственным агентством охраны дикой природы и с национальными парками, такими как ваш, а также туристическими агентствами, которые привлекают туристов, чтобы получить финансирование на охрану природы. Мы достигли определенных успехов. За 50 лет работы нашего фонда число горных баранов в Америке увеличилось в 4 раза. Экспедиция подходит к концу. Американские и казахстанские специалисты за прошедшие 3 дня узнали много нового друг о друге. За это время они успели стать настоящими друзьями и договорились встретиться через 3 месяца. Местом встречи выбран Геллоустоунский национальный парк, старейший национальный парк мира. Редактор субтитров А.Семкин